14,5 тысяч экземпляров разнообразной литературы – это только от одного издательства. Всего только в Новокузнецах должны доставить более 100 тысяч бесплатных учебников для начальных и старших классов. Но даже таким количеством всех школьников обеспечить не удастся. Департамент образования выделил сумму, но меньшую, чем требуется – 28 миллионов. Поэтому количество сократилось, и где-то, наверное, для малоимущих, опекаемых, для них будут выдаваться учебники. Светлана собирает младшего сына во второй класс и уже успела потратить на учебники 4 тысячи рублей. О том, что литература должна выдаваться школой, она не знала и теперь не понимает, зачем тратила свои деньги. Мы первый раз об этом узнали, вообще просто узнали случайно. Ну, будет работать дома, по тем же учебникам. Ну, с одной стороны, наверное, все-таки можно было потратить эту сумму на что-то другое. Но в то же время, я думаю, это будет более удобно для наших детей. В гимназии, где обучается сын Светланы, нам объяснили, почему родители не оповестили о том, что учебниками детей обеспечат. Программа обновления учебного фонда каждой школьной библиотекой составляется заранее. Мы работу эту начинаем еще буквально в декабре месяце. Но слухи о том, что бесплатные учебники будут, они уже давно были. Но мы не знали, будет ли это, когда это будет. И поэтому наши родители уже успели закупить учебники. По санитарным правилам и нормам, портфель ученика младших классов должен весить не более 3 килограммов. Так, если учесть, что сам лёгозак весит около 1 килограмма, плюс 2 обувь, финалы, тетради, на учебнике совсем не остается места. Бесплатная литература будет выдаваться детям на урок. А чтобы заниматься дома, школьникам пригодится второй комплект. Вот и получается, что бюджетные учебники сохраняют не деньги родителей, а здоровье ребенка. Алена Безматерина, Дмитрий Мысяк и Артем Петрищев. Новости моего города.